Привет! Сегодня готовим опять необычное блюдо, которое, я уверена, большинство из вас никогда не готовила и никогда не пробовала. Поэтому готовлю сегодня специально для вас плов из зубатки. И в итоге вы увидите, как это выглядит, и я вам расскажу, как это на вкус. Поехали! Нарезаем две луковицы крупными кубиками. И сразу же отправляем их обжариваться на сковородку с маслом. Две моркови нужно натереть на терке. Одну я натру на крупной терке, а вторую на мелкой. Потому что благодаря мелкой терке морковь даст более яркий цвет нашему рису. Добавили морковь к луку. И снова все обжариваем. Добавляем стакан риса. Обжариваем рис с морковкой и луком несколько минут. Нам нужно, чтобы рис полностью впитал в себя все масло и стал прозрачным. У нас появилось время заняться зубаткой. Нам нужно ее очистить от кожицы и от костей. Слава богу, их не так много. Рыбу нарезаем кусками где-то 2 на 2 сантиметра. И как вы видите, это очень водянистая рыба. Но для нашего плова это как нельзя кстати. Рис посолим. Посыпем приправой для плова. И выльем воды где-то стакан с четвертью. Добавим огонь, перемешаем один раз. И ждем, когда начнет закипать. Вот процесс уже пошел. Выкладываем сверху рыбу. Рыбку тоже можно присолить чуть-чуть сверху. Накрываем крышкой, убавляем огонь. Варим так 20 минут. Вот смотрите, какой интересный плов получается. А какая аппетитная здесь зубатка. Вот это вот зубатский плов получился. Самое главное, вкусно, быстро, просто и недорого. И не забывайте, мы то, что мы едим. Поэтому нужно кушать разнообразно. А для этого подписывайтесь на мой канал. Любители плова, ну зацените. А мне поставьте лайки и пока!